Здравствуйте! С вами Тихонова Виктория Анатольевна, преподаватель дисциплины технологии организации строительства. Сегодня мы познакомимся с расчетом потребности в автотранспортных средствах для доставки на стройплощадку строительных материалов, изделий, конструкций и полуфабрикатов. Видеоурок будет состоять из четырех частей. В первой части мы познакомимся с номенклатурой строительных грузов и основными видами транспорта, применяемыми для их доставки на стройплощадку. Далее будет рассмотрен алгоритм расчета потребности в автотранспортных средствах для штучных грузов. В третьей части мы определим потребность в автотранспорте для доставки плит перекрытия и кирпича. И затем познакомимся с последовательностью расчета автотранспорта для перевозки бетонных и растворных смесей. Все части, хоть и связаны между собой, вы можете посмотреть только интересующие вас разделы видеоурока. Итак, рассмотрим общие сведения о транспортных и погрузоразгрузочных работах. Как известно, современное строительство характеризуется необходимостью перемещения значительного количества грузов на большие расстояния. Так, например, при строительстве промышленных зданий требуется в среднем перевести около 200 кг грузов на метр кубические здания, а при возведении жилых зданий – около 500 кг. Не создавая продукции в физическом смысле, транспортные погрузоразгрузочные работы в строительстве составляют 30-35% его стоимости и до 50% трудовых затрат. Столь значительный удельный вес транспортных операций требует от инженерно-технического персонала строек очень пристального внимания к организации погрузоразгрузочных работ и подбору транспортных средств. Рассмотрим классификацию транспорта в строительстве. Он подразделяется на внешний и внутрипостроечный. Внешний транспорт доставляет строительные грузы от заводов-поставщиков с карьеров и баз на строительные площадки, а внутрипостроечный перемещает их в пределах строительной площадки непосредственно к месту производства работ. К внешним видам транспорта относятся практически все существующие виды транспортных средств. Автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный, тракторный, трубопроводный и канатно-подвесной, которые используют в горных условиях. Наиболее распространенный вид транспорта, перевозящий грузы в строительстве, это автомобильный. На его долю приходится свыше 80% перевозок, 15% осуществляется железнодорожным транспортом и 5% всеми остальными видами транспорта. Автомобильный транспорт по сравнению с другими видами транспортных средств имеет ряд преимуществ. Его достоинствами являются мобильность, маневренность, высокая проходимость, возможность доставлять разнообразные грузы прямо к объекту строительства, а также использовать его в строительном процессе, например, в монтаже с колес или выгрузке бетона в опалубку. Что же относится к автотранспортным средствам? Относятся к ним как одиночные автомобили, так и автопоезда, то есть автомобиль с прицепом или тягач с полуприцепом. Во втором случае тягач оборудуют сидельно-поворотным устройством, на которое опирается полуприцеп. Масса груза при этом передается одновременно и на транспортное, и на прицепное средство. Важным преимуществом таких автопоездов является их компактность и маневренность. В зависимости от видов перевозимых грузов различают автотранспортные средства общетранспортного назначения и специализированные, то есть предназначенные для перевозки грузов определенного вида. К общетранспортным средствам относятся бортовые автомобили и самосвалы, а также автопоезда с бортовыми и самосвальными прицепами и полуприцепами. В группу специализированных транспортных средств входят автобетонные растворовозы, автобетонные растворосмесители, трейлеры для перевозки тяжелых машин и грузов, панелевозы, фермовозы, балковозы и цистерны. Номенклатура грузов, доставляемых на стройплощадку, обширна и разнообразна. Рассмотрим классификацию строительных грузов по способам доставки, погрузки и разгрузки. Это штучные грузы, которые подразделяются на тарные и мелкоштучные с единичной массой менее 50 кг и бестарные с единичной массой более 50 кг. Тестообразные, они же полуфабрикаты, то есть изделия, не имеющие устойчивых товарных свойств. Сыпучие грузы, к которым относятся песок, щебень, грунты, перевозимые на самосвалах и выгружаемые путем сбрасывания. Порошкообразные, с очень мелкой структурой, это цемент, гипс и известеподобные им грузы. И наливные, к которым относятся горюче-смазочные материалы топлива, битум в жидком состоянии и мазут. Остановимся подробнее на штучных и тестообразных грузах, поскольку именно для них мы будем рассматривать расчет потребностей в автотранспорте. К тарным, требующим упаковки в тару и мелкоштучным грузам, относятся, как мы уже говорили, грузы с единичной массой менее 50 кг. Это кирпич, камни керамические, бетонные, гипсовые плиты, столярные изделия, мешки с порошкообразными материалами, арматурные изделия в пачках, облицовочные, тепло- и гидроизоляционные материалы. Тарные и мелкоштучные грузы в настоящее время перевозят в контейнерном и пакетированном виде. Контейнер – это инвентарное многооборотное объемное устройство или емкость. Транспортный пакет – это неделимая транспортная единица, сохраняющая свою форму при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Транспортный пакет формируют с помощью средств пакетирования, то есть особых приспособлений, к которым относятся поддоны, кассеты, стяжки, стропы, обвязки, а также пакетирующая пленка. Такая упаковка способствует качественной количественной сохранности продукции. В целом же, применение контейнерного и пакетированного способов перевозки имеют огромное значение как для транспортного процесса, так и для всего строительства в целом. Эти способы перевозки предохраняют грузы от механических повреждений при погрузке и разгрузке хранения и непосредственной перевозке, ускоряют погрузы разгрузочной работы, снижают трудоемкость и увеличивают оборачиваемость транспорта. К штучным бестарным грузам относятся, как уже говорилось, грузы с единичной массой более 50 килограммов. Это крупные железобетонные изделия, такие как плиты перекрытия, сваи, колонны, лестничные марши и площадки, перемычки, фундаментные подушки и блоки, стропильные фермы и балки. Кроме того, к штучным бестарным грузам относятся длинномерные и объемные грузы, а также тяжелая строительная техника. Тестообразные грузы или полуфабрикаты, не имеющие устойчивых товарных свойств, это бетонные растворные смеси и известковое тесто. Рассмотрим теперь, какие же виды транспорта применяются для перевозки различных видов грузов. Тарные и мелкоштучные грузы не требуют специализированных транспортных средств и могут перевозиться на обычных бортовых автомобилях или автопоездах с бортовыми прицепами и полуприцепами. Штучные бестарные грузы, в частности, крупные железобетонные изделия, требуют соблюдения особых правил при перевозке и укладке их на транспортные средства. Одним из требований к укладке сборных элементов является то, что они должны находиться в положении близком к проектному. То есть горизонтально перевозят элементы, укладываемые в сооружение и работающие в горизонтальном положении. Это плиты, панели перекрытия, ригели, прогоны, балки, балконные плиты, лестничные марши и площадки. Исключения составляют длинномерные сборные конструкции, такие как колонны и сваи, которые также перевозят в горизонтальном положении. Вертикальные наклоны транспортируют стропильные и подстропильные фермы стеновые панели, панели перегородок. Объемные элементы перевозят в проектном положении. Рассмотрим способы транспортировки сборных элементов, перевозимых в горизонтальном положении. Сборные железобетонные конструкции длиной до 7,7 метров транспортируют на бортовых автомашинах. Более длинные элементы на автопоездах с бортовыми полуприцепами и автопоездах с полуприцепами-площадками. Такая платформа имеет выдвижные боковые стойки по периметру, позволяющие перевозить изделия с шириной, несколько превышающей ширину платформы. В вертикальном и наклонном положении перевозятся стеновые панели и крупнопанельные перегородки, а также стропильные и подстропильные фермы и балки. Хребтовые панели-возы предназначены для транспортировки стеновых панелей и перегородок в наклонном положении под углом 8-12 градусов. На кассетных панели-возах, ферма-возах и балка-возах конструкции устанавливаются вертикально. Для перевозки бетонных и растворных смесей применяются специализированные виды транспорта. Авторастворы-возы применяют для доставки растворных смесей с перемешиванием во время движения и порционной выдачей смеси на строительных объектах. Автораствор-смеситель предназначен не только для транспортирования, но и для брикодавления строительных растворов в пути следования. Автобетонные возы применяются для доставки бетонной смеси на расстояние до 25-30 км. Они имеют кузов корытообразной формы, причем разгрузочное отверстие расположено выше уровня перевозимой смеси, что предотвращает вытекание цементного молока. И схема опрокидывания кузова обеспечивает полную выгрузку смеси без применения ручного труда. Автобетонный смеситель предназначен для приготовления бетонной смеси из сухих компонентов пути или на строительном объекте, а также для доставки готовой бетонной смеси. Это наиболее применяемое в настоящее время транспортное средство для доставки растворных и бетонных смесей. Мы рассмотрели основные виды строительных грузов и транспорта для их перевозки. При подготовке этого материала я использовала перечисленную ниже литературу и интернет-сайты. Если вы хотите подробнее узнать о всех существующих ныне видах транспорта в строительстве и строительных грузах, вы можете также воспользоваться этими источниками. Здравствуйте! С вами Тихонова Виктория Анатольевна, преподаватель дисциплины технологии организация строительства. Сегодня мы познакомимся с расчетом потребностей в автотранспортных средствах для доставки на стройплощадку строительных материалов, изделий, конструкции и полуфабрикатов. Видеоурок состоит из четырех частей. Мы уже рассмотрели первую часть, в которой познакомились с номенклатурой строительных грузов и основными видами транспорта, применяемыми для их доставки на стройплощадку. Сейчас рассмотрим алгоритм расчета потребностей в автотранспортных средствах для штучных грузов. Цель данного расчета – во-первых, определить необходимое количество автомобилей для доставки на стройплощадку требуемого запаса конструкции изделий, а во-вторых, рассчитать продолжительность завоза этих строительных грузов. Для того, чтобы рассчитать потребное количество автотранспорта для завоза грузов на стройплощадку, давайте вспомним, какие строительные материалы изделия конструкции полуфабрикаты необходимы при возведении жилого здания с кирпичными стенами. Проект такого здания вы разрабатывали в курсе архитектурных конструкций. Итак, основные сборные железобетонные конструкции, необходимые для возведения здания – это фундаменты ленточные и блоки стен подвала, плиты перекрытия и покрытия, лестничные марши и площадки, сантехкабины. Для возведения кирпичных стен и устройства перегородок понадобится кирпич, раствор для кирпичной кладки и гипсовые пазогребневые плиты. И еще порядка трехсот наименований различных конструкций и материалов, которые сведены в ведомости материальных ресурсов, которые вы составляли при разработке проекта производства работ. Рассмотрим последовательность расчета в автотранспортных средствах для завоза штучных бестарных, мелкоштучных и тестообразных грузов. Расчет потребностей в транспортных средствах для перевозки штучных грузов при разработке проекта производства работ ведут такой последовательности. На первом этапе определяют общую потребность в изделиях и конструкциях, физических объемах в тоннах. Затем рассчитывают суточную потребность или объем перевозок за единицу времени в тоннах в сутки. Выбирают транспортные средства для организации перевозок каждого вида грузов. Рассчитывают необходимое количество транспортных средств. И, наконец, определяют продолжительность завоза каждого вида груза в днях для составления транспортного графика. Рассмотрим подробно последовательность расчета автотранспорта для доставки многопустотных плит перекрытия и покрытия. На первом этапе определяется общая потребность в плитах перекрытия и покрытия. Общая потребность – это суммарное количество груза данного вида, перевозимого за расчетный период. Продолжительность расчетного периода – это продолжительность работы, для которой рассчитывается потребность. Принимается она на основании календарного плана строительства объекта. Для штучных грузов общая потребность выражается в физических объемах в тоннах. Как же определить общую потребность? Посмотрим на сводную ведомость материальных ресурсов. Мы видим, что многопустотных плит перекрытия и покрытия по маркам требуется 132 штуки, 66 штук, 20 штук. Но поскольку общая потребность в штучных грузах рассчитывается в единицах массы тоннах, а в сводной ведомости материальных ресурсов единицы измерения плит перекрытия и покрытия штуки, то нам необходимо определить массу. В сводной ведомости материальных ресурсов оставим только плиты перекрытия и покрытия и рассмотрим пример расчета общей потребности. Для этого воспользуемся спецификацией к схемам сборных железобетонных конструкций. Находим массу одной плиты каждого вида и умножая на количество, определяем общую потребность в тоннах. Итак, подведем итог. Общая потребность – это суммарное количество груза данного вида, перевозимого за расчетный период. Общая потребность рассчитывается на основании сводной ведомости материалов. Общая потребность для штучных грузов выражается в единицах массы тоннах. Переходим ко второму этапу. Определяем суточную потребность. Суточная потребность – это количество груза, подлежащего перевозке, за единицу времени. Суточная потребность равна отношению общей потребности к продолжительности расчетного периода потребления данного вида груза, который принимается на основании календарного плана строительства объекта. Об этом мы уже говорили. Рассмотрим, как определить продолжительность расчетного периода потребления груза по календарному графику. Для плит перекрытия и покрытия это продолжительность монтажа сборных конструкций, то есть 24 дня. Суточная потребность таким образом определяется делением общей потребности на 24 дня. и измеряется она в тоннах в сутки. Вспомним последовательность определения потребности в транспортных средствах. Мы определили общую потребность, суточную потребность, и переходим к выбору автотранспортных средств для перевозки штучных грузов. Каждое транспортное средство выбирается по назначению, вместимости и грузоподъемности. То есть сначала, в зависимости от вида перевозимых грузов, условий перевозки и расстояния, определяем тип транспортного средства. Затем, учитывая правила и возможность размещения груза в кузове автомобиля, выбираем марку и модель транспортного средства. Из нескольких подходящих моделей выбирается та грузоподъемность, которая используется наиболее эффективно. Рассмотрим последовательность выбора на примере. Выбираем тип автотранспортного средства по назначению, то есть в зависимости от вида груза, условий и дальности его доставки. Для перевозки плит перекрытия можно выбрать бортовой автомобиль, автопоезд с бортовым полуприцепом или с полуприцепом-площадкой. Бортовой автомобиль обладает большей маневренностью по сравнению с автопоездом и при стесненных условиях погрузки и разгрузки или не очень хороших дорожных условиях можно выбрать для перевозки плит именно этот вид транспорта. Но нужно иметь в виду, что бортовые автомобили имеют не очень большую грузоподъемность, в среднем до 15 тонн и внутренние размеры платформы, как правило, ограничены размерами до 8 метров в длину и до 2,4 метра в ширину. Автопоезда с бортовыми полуприцепами по сравнению с бортовыми автомобилями имеют большую грузоподъемность и длину платформы. Автопоезда с полуприцепами-площадками отличаются возможности транспортировки элементов, имеющих достаточно большие габариты, и массу. Помимо этого, автопоезда с полуприцепами по сравнению с бортовыми автомобилями обладают меньшим радиусом поворота, что удобнее в городских условиях. При выборе транспортного средства по вместимости, как уже упоминалось, необходимо учитывать правила и возможность размещения груза в кузове автомобиля. В зависимости от размеров плит и размеров грузовой платформы существуют разные варианты размещения элементов. Например, это может быть одна плита по длине и ширине платформы, две плиты, четыре и так далее. При этом необходимо соблюдать требования ГОСТ, которые устанавливают правила транспортировки сборных железобетонных конструкций. Пункт 2.4 этих правил гласит, что порядок укладки установки перевозимых конструкций на грузовую платформу должен по возможности обеспечивать равномерное распределение нагрузки относительно продольной оси симметрии и относительно осей колес грузовых платформ транспортных средств. То есть груз размещаем на платформе равномерно. Если плиты укладываются в два ряда в плане, то по высоте их должно быть четное количество. Если четыре плиты в плане, то количество должно быть кратно четырем. Следующее правило говорит о том, что высоту штабеля конструкций при их транспортировании устанавливают в зависимости от грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки, но не более высоты штабеля конструкций и конкретных видов при их хранении. Пункт 2.8 устанавливает величину зазоров между конструкциями и бортами грузовой платформы, которые должны быть не менее 50 мм. Рассмотрим, как подобрать автотранспортное средство для перевозки плит перекрытия ФК-6-58-18. Поскольку длина и ширина такой плиты небольшая, длина ее 5,8 м, ширина 1,8 м. Попробуем рассмотреть бортовые автомашины. Длина бортовой платформы должна быть больше 5,9 м с учетом зазоров 5 см между конструкциями и бортами, а ширина больше 1,90 м. Посмотрим на характеристики бортовых автомашин. Мы видим, что наиболее подходящими будут 4 автомобиля с внутренней длиной платформы 6,1 м. По ширине платформы подходят все 4 автомобиля. Из них необходимо выбрать наиболее подходящий по грузоподъемности. В таблице оставим только выбранные нами по габаритам автомашины. Посмотрим, какие из них наиболее подходят по грузоподъемности для перевозки плит ПК 6,58,18 массой 3,2 тонны каждая. Для этого произведем небольшие расчеты. Масса двух плит равна 6,4 тонны. Трех плит 9,6 тонны. Четырех 12,8 тонны. И так далее. Для перевозки двух плит наиболее подходящей будет машина с грузоподъемностью 8 тонн. Для трех плит 10 тонн. А для четырех плит подходящей автомашины нет. Поэтому для их перевозки необходимо рассмотреть автопоезда, грузоподъемность которых, как мы уже видели, выше, чем у одиночного автомобиля. Масса груза, перевозимого за один рейс, то есть 6,4, 9,6 и 12,8 тонны, назовем полезной грузоподъемностью. Ее отношение к паспортной грузоподъемности автомобиля называется коэффициентом грузоподъемности. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем эффективнее используется автомобиль. Рассчитаем коэффициент грузоподъемности для 8-тонного автомобиля и 10-тонного. Для 8-тонного он равен 0,8. Для 10-тонного 0,96. Поскольку второй коэффициент ближе к единице, выбираем автомашину КАМАЗ-43118 с грузоподъемностью 10 тонн. Подведем итог. Чтобы подобрать транспорт для перевозки определенной номенклатуры грузов, необходимо выбрать тип транспортного средства, затем определиться с его маркой и моделью в зависимости от габарита груза и, наконец, из нескольких подходящих выбрать то транспортное средство, грузоподъемность которого будет использоваться наиболее эффективно. Вспомним еще раз последовательность расчета транспорта. Сначала мы определили общую потребность в изделиях и конструкциях на основе сводной ведомости материальных ресурсов. Затем, узнав время расхода каждого из грузов, которое необходимо перевести, на основании календарного плана высчитали суточную потребность, разделив общую потребность на продолжительность расхода. На третьем этапе, зная вид груза, его физические и геометрические характеристики и условия перевозки, подобрали транспортное средство. И теперь переходим непосредственно к расчету необходимого количества транспортных средств. Алгоритм расчета состоит из пяти действий. Первым действием определяется полезная грузоподъемность или вместимость выбранной нами машины или автопоезда в зависимости от вида груза. Затем рассчитывается продолжительность цикла автомашины, то есть время, затрачиваемое на погрузку груза на заводе-изготовителе, время движения груженной машины с завода на объект, время разгрузки машины на строительной площадке, время движения в обратном направлении с объекта на завод и время маневров машины при установке ее под погрузку и разгрузку. Третьим действием определяется количество рейсов, которые может сделать машина в сутки, исходя из найденной продолжительности цикла и продолжительности работы автомашины в день. Четвертым действием рассчитывается производительность одной автомашины, то есть то количество груза, которое она может перевести за один день. И последним пятым действием рассчитывается количество автомашин, необходимое для обеспечения суточной потребности стройплощадки в конструкциях и изделиях. Первым действием, как уже говорилось, определяется полезная грузоподъемность машины. Она рассчитывается, как произведение массы одного элемента плиты перекрытия или подона с кирпичом на количество элементов, которые может перевести эта машина за один рейс. Как вы помните, для плит перекрытия мы уже определяли полезную грузоподъемность транспортного средства, умножая массу одной плиты на 2, 3 или 4 элемента и по полученным значениям подбирали машину. Обычно этот подбор, наиболее подходящий по грузоподъемности автомашины, производится в уме, а оформляется в виде расчетов уже непосредственно в этом действии. Иногда машина уже задана, тогда приходится прикидывать, какое же количество плит она сможет перевести за один раз. Тут необходимо учитывать все требования, о которых мы уже говорили ранее. Вторым действием рассчитывается продолжительность цикла автомашины. Как уже говорилось, она складывается из времени простоя автомашины под погрузкой на заводе изготовителей и разгрузкой на строительной площадке. Время маневрирования машины при установке ее под погрузку и разгрузку. Время движения машины с завода на стройплощадку и обратно. Время, затрачиваемое на погрузку и разгрузку одной тонны для штучных грузов, определяется по сборнику единых норм и расценок. Время маневрирования машины при погрузо-разгрузочных операциях принимается равным 10 минутам. Дальность перевозки в километрах указывается в задании. Средняя скорость движения автомашины в километрах в час принимается по данным таблицы, которую мы рассмотрим чуть позже. И 60 вводится для перевода в минуты времени движения автомобиля. Рассмотрим расчет для определения времени на погрузку и разгрузку штучных грузов. Поскольку это груз штучный, то время, затрачиваемое на погрузку, равно времени на разгрузку. И подсчитывается по формуле, в числителе которой нормы времени машинистов и текелажников на измеритель данной работы, а в знаменателе количество человек в звене, то есть количество машинистов и текелажников, выполняющих погрузоразгрузочные работы, и 60 это перевод часов в минуты. Давайте еще раз посмотрим. Нормы времени машинистов в числителе формулы, количество человек в знаменателе, 60 перевод часов в минуты. Рассмотрим параграф 5 сборника первого единых норм и расценок на внутрипостроечные и транспортные работы. По таблице 1 определим количество человек в звене. Независимо от вида крана и его грузоподъемности, в звено входит один машинист и два текелажника, то есть всего три человека. По таблице 2 узнаем нормы времени. Допустим, масса плиты перекрытия 1,4 тонны. В графе общая масса до ищем до полутора тонн и находим нормы времени. Норма времени машиниста 4,4 человека часа, норма времени текелажников 8,8 человека часа на 100 тонн. Подставляем формулу 4,4 нормы времени на машиниста плюс 8,8 нормы времени текелажников делим на 3 3 человека в звене на 100, так как нормы времени даны на 100 тонн. И умножаем на 60 для перевода в минуты. Получаем время погрузки одной тонны груза равное 2,64 минуты. Если масса одного груза одного элемента 5 тонн, ищем в колонке общая масса поднимаемого груза до 5 тонн, так как 5 тонн включительно, норма времени машиниста 2,1 человека часа на 100 тонн, норма времени текелажников 4,2 человека часа на 100 тонн. Подставляем в формулу норма времени машиниста плюс норма времени текелажников делим на 3 3 человека в звене на 100 тонн, так как нормы времени даны на измеритель 100 тонн, и умножаем на 60 для перевода в минуты. Получаем время погрузки 1 тонны груза равно 1,38 минуты. Среднюю скорость движения определим по таблице. Она зависит от грузоподъемности автомобиля, условия работы в городе или вне города и типа автотранспортного средства. Например, при работе вне города среднюю скорость движения для одиночного автомобиля грузоподъемностью 6 тонн будем принимать равные 40 км в час, а для автопоезда 36 км в час. В городе скорости меньше. Таким образом, определив все значения, подставляем их в формулу. Продолжительность погрузки и разгрузки 1 тонны груза, умножаем на полезную грузоподъемность автомашины, узнавая тем самым продолжительность простой автомобиля под погрузкой и разгрузкой. Продолжительность маневрирования транспортного средства при погрузо-разгрузочных операциях 10 минут. И время движения до стройплощадки и обратно, которое зависит от дальности перевозки и средней скорости движения. Переходим к третьему действию. Определяем количество рейсов, которые может сделать автомашина в сутки. Для этого продолжительность одной смены умножаем на коэффициент сменности работы транспортных средств на 60 для перевода в минуты и делим на продолжительность цикла автомашины. Продолжительность одной смены с учетом обслуживания машины, выезда и заезда в гараж принимается равной 7 часам. Коэффициент сменности работы транспортных средств равен 1 при односменной работе и 2 при двухсменной работе автотранспорта. Количество рейсов округляем до целого числа по правилам округления. Например, если результат равен 2,8, то принимаем 3 рейса. Если 2,2, то количество рейсов принимаем равным 2. Четвертым действием определяем производительность автомашины, то есть то количество груза, которое может перевести машина за один день. Для этого полезную грузоподъемность автомобиля умножаем на количество рейсов, которые мы получили в предыдущем действии. Пятым и последним действием определяем необходимое количество автомашин в день, то есть такое количество, которое обеспечит доставку суточной потребности в конструкциях и изделиях. Для этого делим суточную потребность на производительность автомашины в день. Результат округляем до целого числа. После определения требуемого количества машин, переходим к пятому этапу. Определяем продолжительность завоза груза. Продолжительность завоза определяется делением общей потребности в материале на производительность одной машины в день и на количество машин. При этом количество дней завоза не должно превышать количество дней расхода более чем на 2 дня, потому что в противном случае будет превышена норма хранения материала на стройплощадке. Напомню, что продолжительность расхода для каждого конкретного материала это продолжительность работы, для которой рассчитывается потребность и определяется она по календарному плану. То есть продолжительность расхода плит перекрытий определяется по продолжительности монтажа сборных конструкций. Если количество дней завоза все-таки больше, необходимо увеличить количество машин. Определив продолжительность завоза груза, переходим к построению транспортного графика. Рассмотрим вариант построения графика завоза и расхода материалов. График расхода изображается сплошной линией и располагается под графиком соответствующей работы. График завоза изображается пунктирной линией. Завоз материала, кроме растворных и бетонных смесей, должен начинаться за 3-5 дней до начала расхода и заканчиваться за 3-5 дней до окончания работы. В этом случае будет обеспечен необходимый запас материалов и конструкции на стройплощадки. При превышении продолжительности завоза над продолжительностью расхода более чем на 2 дня, будет превышена допускаемая площадь складирования. Мы разобрали примеры выполнения расчетов при определении потребности в транспортных средствах для доставки на стройплощадку штучных грузов, которые могут вам встретиться при выполнении курсового и дипломного проекта. При самостоятельном введении расчетов вам могут понадобиться дополнительные сведения, поэтому рекомендую вам воспользоваться в качестве справочных материалов, перечисленные ниже литературой и сайтами интернет. Кроме того, все необходимые справочные таблицы, алгоритмы, а также примеры расчетов даны в учебно-методическом пособии расчета автотранспорта. Его можно взять в библиотеке нашего колледжа. С вами была Тихонова Виктория Анатольевна. Желаю успехов! Здравствуйте! С вами Тихонова Виктория Анатольевна, преподаватель дисциплины технологии организации строительства. Сегодня мы продолжим знакомство с расчетом потребностей в автотранспортных средствах для доставки на стройплощадку строительных материалов, изделий, конструкций и полуфабрикатов. Как вы уже знаете, мой видеоурок состоит из четырех частей. Мы уже рассмотрели общие сведения о транспортировании строительных грузов и алгоритм расчета потребностей в автотранспортных средствах. И сейчас подробно разберем примеры расчета автотранспорта для доставки на стройплощадку плит перекрытия и кирпича. Итак, рассмотрим пример первый. Необходимо определить количество автомобилей для доставки на стройплощадку плит перекрытия ПК-67010 массой 2,13 тонны каждая. И второе – продолжительность завоза плит перекрытия. При следующих условиях – общее количество плит 952 штуки, продолжительность монтажа 28 дней, дальность перевозки 30 км, транспорт работает в одну смену, условия перевозки вне города. Напомню вам последовательность расчета потребностей в транспортных средствах для перевозки штучных грузов при разработке проекта производства работ. На первом этапе определяют общую потребность в изделиях и конструкциях в физических объемах в тоннах. Затем рассчитывают суточную потребность или объем перевозок за единицу времени в тоннах в сутки. Выбирают транспортные средства для организации перевозок каждого вида грузов. Рассчитывают необходимое количество транспортных средств. И, наконец, определяют продолжительность завоза каждого вида груза в днях для составления транспортного графика. Рассмотрим решение задачи. На первом этапе определяем общую потребность в плитах перекрытия ПК-67010. Для штучных грузов общая потребность выражается в тоннах. Поэтому необходимо узнать массу всех плит перекрытия. По условию задачи мы знаем массу одной плиты и количество плит, которые необходимо перевести за расчетный период. Таким образом, общая потребность в плитах перекрытия равна 2027,76 тонны. На втором этапе определяем суточную потребность, то есть количество груза, подлежащего перевозке за единицу времени. Для этого общую потребность делим на продолжительность расчетного периода потребления плит перекрытия, то есть на продолжительность монтажа 28 дней. Переходим к выбору автотранспортного средства для перевозки плит перекрытия ПК-67010, длиной 7 метров, шириной 1 метр. Поскольку это плиты перекрытия, можно выбрать бортовую автомашину, автопоезд с бортовым полуприцепом или полуприцепом-площадкой. Определим требуемые размеры грузовой платформы. Исходя из правил транспортировки сборных железобетонных элементов, зазоры между конструкциями и бортами грузовой платформы должны быть не менее 50 миллиметров. Таким образом, длина платформы должна быть больше 7,1 метра, а ширина больше 1,1 метра. Кроме того, поскольку плиты довольно узкие, 1 метр в ширину, можно расположить их в два ряда. И тогда ширина грузовой платформы должна быть не меньше 2,15 метра, то есть 2 плиты и 3 промежутка по 50 миллиметров. Габариты грузовой платформы таким образом получились небольшими, поэтому рассмотрим опять бортовые автомобили. По требуемым длине и ширине подойдут три автомашины. В таблице оставим только выбранные нами по габаритам автомашины. Посмотрим, какие из них наиболее подходят по грузоподъемности для перевозки плит ПК-67010 массой 2,13 тонны каждая. Для этого произведем расчеты, учитывая, что количество плит должно быть кратно двум для обеспечения равномерного распределения нагрузки относительно продольной оси симметрии грузовой платформы. Масса четырех плит равна 8,52 тонны, 6 – 12,78 тонны. Для перевозки шести плит наиболее подходящей будет машина с грузоподъемностью 13,1 тонны. Коэффициент грузоподъемности, равный отношению полезной грузоподъемности автомашины к паспортной, равен 0,98, что очень хорошо. Поэтому принимаем автомашину МАЭС с грузоподъемностью 13,1 тонны. Перейдем к расчету необходимого количества автотранспортных средств. Итак, полезная грузоподъемность машины равна 12,78 тонны. Мы высчитали ее умножением массы одного перевозимого элемента, то есть плиты перекрытия, на количество элементов в кузове автомашины. Вторым действием нужно определить продолжительность цикла автомашины. Как уже говорилось, продолжительность цикла складывается из времени простой автомобиля под погрузкой и разгрузкой, времени маневрирования и времени движения с завода на стройплощадку и обратно. Рассмотрим время на погрузку и разгрузку одной тонны. Для этого воспользуемся данными параграфа 5 сборника ЕНИР Е1. Нормы времени машиниста и текелажников определяем в зависимости от массы плиты перекрытия. Так как общая масса поднимаемого груза до 3 тонн, норма времени машиниста 2,7 человека часа, текелажников 5,4 человека часа. Количество человек в звене 3, 1 машинист и 2 текелажников. Таким образом, подставляя найденные значения в формулу 2,7 и 5,4 человека часа, 3 человека и 100 тонн, получаем время на погрузку и разгрузку одной тонны груза. Определим среднюю скорость движения автомобиля. По условию задачи перевозка осуществляется вне города. Грузоподъемность автомобиля 13,1 тонны, что больше 12 тонн, следовательно, скорость движения 24 км в час. Подставляем в формулу. Продолжительность погрузки и разгрузки одной тонны груза, умноженные на полезную грузоподъемность, время маневрирования машины при погрузе разгрузочных операций равной 10 минутам, дальность перевозки, которая по условию задачи 30 км и определенную нами скорость движения 24 км в час. Продолжительность цикла автомашины таким образом равна 201,4 минуты. Определим количество рейсов. Автомашины за один день. Продолжительность одной смены равна 7 часам. По условию задачи транспорт работает в одну смену, поэтому коэффициент сменности равен единице. Округляем результат и получаем два рейса. Определим суточную производительность автомашины, умножив полезную грузоподъемность автомобиля на количество рейсов в день. Вычисляем необходимое количество автомашин в день. Суточную потребность в материале делим на производительность автомашины в день и получаем три машины. Определяем продолжительность завоза плит перекрытия. Для этого общую потребность в плитах перекрытия делим на производительность одной машины в день и на количество машин. Получаем 27 дней, что на один день меньше продолжительности расхода плит перекрытия. Рассмотрим еще раз последовательность ведения расчета потребностей в автотранспортных средствах. На первом этапе мы определили общую потребность в плитах перекрытия, для чего массу одной плиты умножили на количество плит, которые необходимо перевести за расчетный период. На втором этапе определили суточную потребность. Для этого общую потребность разделили на продолжительность расчетного периода потребления плит перекрытия, то есть на продолжительность монтажа 28 дней. 3. Выбрали автомашину, определив сначала, что это будет бортовой автомобиль, подобрали подходящие машины по габаритам грузовой платформы и из них выбрали ту, грузоподъемность которой используется наиболее эффективно. 4. Затем перешли к расчету необходимого количества транспортных средств. Определили полезную грузоподъемность. Затем продолжительность цикла, предварительно рассчитав время, затрачиваемое на погрузку и разгрузку одной тонны груза. 5. Определили количество рейсов автомашины за один день, ее производительность в сутки и, наконец, количество машин. После этого перешли к пятому этапу, рассчитали продолжительность завоза плит. 6. Далее рассмотрим пример расчета потребностей в автотранспортных средствах для доставки кирпича. 7. Условия задачи следующие. Во-первых, необходимо определить количество автомобилей для доставки на стройплощадку кирпича в пакетах. 8. Построить транспортный график, то есть график завоза и расхода материалов при следующих условиях. 9. Продолжительность кирпичной кладки 28 дней. Дальность перевозки 20 км. Транспорт работает в две смены условия перевозки вне города. 10. Для расчета общей потребности в кирпиче по сводной ведомости материальных ресурсов определяем необходимое количество изделий керамического полнотелого и лицевого кирпича. 10. Поскольку общая потребность штучных грузов, как мы помним, рассчитывается в тоннах, а в сводной ведомости материальных ресурсов единицы измерения кирпича 1000 штук, необходимо определить массу кирпича. 10. Для этого воспользуемся данными российских заводов-производителей. 10. По этим данным масса одного полнотелого кирпича в среднем 4 кг, пустотелого 2,5 кг. 10. Умножаем количество керамического полнотелого кирпича на 4 тонны на 1000 штук и лицевого на 2,5 тонны на 1000 штук и получаем общую потребность. 10. Переходим ко второму этапу. Рассчитаем суточную потребность кирпича. 11. Суточная потребность – это количество груза, подлежащего перевозке за единицу времени. Она определяется как отношение общей потребности к продолжительности расчетного периода потребления данного вида груза. 12. Продолжительность расчетного периода потребления кирпича определим по календарному графику. 13. Она равна продолжительности ведения кирпичной кладки стен, то есть 28 дням. 14. Разделив общую потребность в кирпиче на 28 дней, получаем необходимую суточную потребность, равную 52,76 тонны в сутки. 15. Выбираем тип транспортного средства. 15. Это автомобили и автопоезда общетранспортного назначения, то есть бортовые автомобили, автопоезда с бортовым прицепом или полуприцепом. 16. Как уже говорилось, бортовые автомобили обладают большей маневренностью, нежели автопоезда. 17. При стесненных условиях погрузки и разгрузки или не очень хороших дорожных условиях, можно выбрать для перевозки кирпича в пакетах именно бортовой автомобиль. 18. Автопоезд с прицепами можно использовать при перевозке груза челночным способом, потому что при этом способе транспортировки исключается время простой автомобиля под погрузкой и разгрузкой. 19. Автопоезд с бортовым полуприцепом по сравнению с бортовыми автомобилями, помимо большей грузоподъемности и размеров платформы, обладает меньшим радиусом поворота, что удобнее в городских условиях. 20. В зависимости от размеров и массы пакетов с кирпичом, пакет это кирпич на поддоне, рассматриваем возможность размещения их в кузове автомобиля. 20. Размер стандартных поддонов для кирпича, применяемых в настоящее время, 1030 мм на 770 мм и 980 мм на 980 мм. 20. То есть можно разместить пакеты в 2 или 3 ряда. 21. Например, при длине платформы более 7 метров и при размещении в 2 ряда поддонов размером 980 на 980 мм, получаем максимум 14 штук пакетов. 21. Выбрав количество пакетов с кирпичом, можно рассчитать требуемую грузоподъемность машины. 21. Массу одного пакета на поддоне размером 980 мм на 980 мм, примем на основании данных заводов производителей кирпича Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 21. Масса кирпича 960 кг и 20 кг масса поддона. 21. Соответственно, масса 14 пакетов 13,72 тонны. 21. Поэтому подходящие автомашины КАМАЗ-65117 с грузоподъемностью 14 тонн и МАЗ с грузоподъемностью 14,35 тонны. Примем КАМАЗ-65117 как наиболее подходящий по грузоподъемности. Перейдем к расчету необходимого количества транспортных средств. Итак, полезная грузоподъемность машины равна 13,72 тонны. Мы высчитали ее умножением массы одного перевозимого элемента, то есть пакета с кирпичом, на количество элементов в кузове автомашины. Вторым действием нужно определить продолжительность цикла автомашины. Но для начала посчитаем продолжительность погрузки и разгрузки одной тонны груза. Для этого воспользуемся данными параграфа 5 сборника ЕНИР Е1. Нормы времени машиниста и текелажников определяем в зависимости от массы пакета с кирпичом. Так как общая масса поднимаемого груза до 1 тонны, поэтому норма времени машиниста 6,1, 10 человека часа, текелажников 12 человека часов. Количество человек в звене трое, один машинист и двое текелажников. Таким образом, подставляя найденные значения в формулу, получаем время на погрузку и разгрузку одной тонны груза. Определим среднюю скорость движения автомобиля. По условию задачи перевозка осуществляется вне города. Грузоподъемность автомобиля 14 тонн, что более 12 тонн. Следовательно, скорость движения 24 км в час. Подставляем в формулу продолжительность погрузки и разгрузки одной тонны груза, умноженную на полезную грузоподъемность. Время маневрирования машины при погрузо-разгрузочных операциях равное 10 минутам. Дальность перевозки, которая по условию задачи 20 км, и определенную нами скорость движения 24 км в час. Получаем продолжительность цикла автомашины в минутах. Определим количество рейсов автомашины за один день. Продолжительность одной смены равна 7 часам. По условию задачи транспорт работает в две смены, поэтому коэффициент сменности равен 2. Принимаем 4 рейса. Определим производительность машины в день, умножив полезную грузоподъемность автомобиля на количество рейсов в день. По строению графика завоза и расхода материалов. Определим продолжительность завоза кирпича. Для этого общую потребность кирпича делим на производительность одной машины в день и на количество машин. Получаем 27 дней, что на один день меньше продолжительности расхода кирпича. Рассмотрим построение графика завоза и расхода материалов. Как уже говорилось, график расхода изображается сплошной линией и располагается под графиком соответствующей работы, то есть под кирпичной кладкой стен. Завоз материалов должен начинаться за 3-5 дней до начала расхода и заканчиваться за 3-5 дней до окончания работы. В этом случае будет обеспечен необходимый запас материалов и конструкции на стройплощадки. Поэтому, начиная за 3 дня до начала кирпичной кладки, строим пунктирную линию продолжительностью 27 дней. Сверху пишем количество машин. Как мы видим, эта линия закончилась за 4 дня до окончания расхода, что обеспечивает достаточный запас кирпича на стройплощадке. Мы разобрали примеры выполнения расчетов при определении потребностей в транспортных средствах для доставки на стройплощадку штучных грузов, которые могут вам встретиться при выполнении курсового и дипломного проекта. При самостоятельном введении расчетов вам могут понадобиться дополнительные сведения. Поэтому рекомендую вам воспользоваться в качестве справочных материалов, перечисленные ниже литературой и сайтами интернет. Кроме того, все необходимые справочные таблицы, алгоритмы, а также примеры расчетов даны в учебно-методическом пособии расчета автотранспорта. Его можно взять в библиотеке нашего колледжа. С вами была Тихонова Виктория Анатольевна. Желаю успехов! Здравствуйте! С вами Тихонова Виктория Анатольевна, преподаватель дисциплины технологии организации строительства. Сегодня мы продолжим знакомство с расчетом потребностей в автотранспортных средствах для доставки на стройплощадку строительных материалов, изделий, конструкций и полуфабрикатов. В этой части видеоурока мы рассмотрим алгоритм определения потребностей в автотранспорте для перевозки тестообразных грузов и разберем пример расчета. Цель расчета потребностей в автотранспортных средствах определить необходимое количество автомобилей для доставки на стройплощадку требуемого запаса тестообразных грузов. Расчет потребностей в транспортных средствах для перевозки тестообразных грузов ведут в такой же последовательности, как и для штучных грузов. На первом этапе определяют общую потребность. Затем рассчитывают суточную потребность или объем перевозок за единицу времени. Выбирают транспортные средства для организации перевозок и определяют необходимое количество транспортных средств. Расчет продолжительности завоза для растворных и бетонных смесей не производится, так как полуфабрикаты хранению не подлежат и продолжительность их завоза всегда принимается равной продолжительности расхода. На первом этапе, как мы помним, определяется общая потребность. Общая потребность – это суммарное количество груза данного вида, перевозимого за расчетный период. Общую потребность определяем на основании ведомости материальных ресурсов. Находим в ведомости раствор, готовый кладочный и его количество. Общая потребность для тестообразных грузов рассчитывается в единицах объема, в метрах кубических. Поэтому рассчитывать ничего не нужно. Общая потребность в растворе равна 275 кубометрам. Переходим ко второму этапу. Определяем суточную потребность. Суточная потребность – это количество груза, подлежащего перевозке за единицу времени. Суточная потребность равна отношению общей потребности к продолжительности расчетного периода потребления данного вида груза. Продолжительность расчетного периода потребления раствора определим по календарному графику. Она равна продолжительности ведения кирпичной кладки стен, то есть 28 дням. Разделив общую потребность в растворе на 28 дней, получаем необходимую суточную потребность. На третьем этапе выбираем транспортное средство. Для перевозки тестообразных грузов выбор будем производить по назначению, учитывая вид перевозимых грузов, условия расстояния перевозки и по вместимости цистерны или барабана. При выборе автотранспортного средства по назначению, как уже было сказано, необходимо учитывать вид перевозимых грузов, условия и расстояние перевозки. С учетом специфики тестообразных грузов, для их доставки необходимо применять специализированные виды транспорта. Авторастворы и бетоновозы, авторастворы и бетоносмесители. При расстоянии перевозки более 25-30 км или предполагаемого времени транспортирования более 45 минут, необходимо остановить свой выбор на автораствора и бетоносмесителях, которые предназначены не только для перевозки, но и для приготовления смеси из сухих компонентов пути или на строительном объекте. Наиболее технологичным видом транспорта в настоящее время является, конечно же, автобетоносмеситель. Поэтому для перевозок на большие расстояния или в городских условиях, где не исключена возможность задержки по пути исследования, мы будем отдавать предпочтение именно этому виду транспортировки растворной или бетонной смеси. Для выбора автотранспорта по вместимости необходимо знать полезную вместимость цистерны или барабана автомашины и суточную потребность в растворе или бетоне. Например, рассмотрим автобетоносмесители. При суточной потребности в растворной смеси равной 9,82 метра в кубе рационально принять автобетоносмеситель с полезной вместимостью барабана 5 метров в кубе, а не 4, 6 или 8, так как только в этом случае можно обеспечить наиболее полную загрузку автомашины. Далее рассмотрим расчет потребностей в транспортных средствах для перевозки тестообразных грузов. Расчет ведется в той же последовательности, как и для штучных грузов. Действием первым определяется полезная грузоподъемность или вместимость выбранной нами автомашины. Вторым действием рассчитывается продолжительность цикла или, как говорят, оборота автомашины. Затем определяется количество рейсов, которые может сделать автомашина за один день. Четвертым действием рассчитывается производительность одной машины в день. И конечная цель расчета определяется количество автомашин, необходимое для обеспечения суточной потребности стройплощадки в материале. Первым действием определяется полезный объем груза в метрах кубических, то есть объем растворной или бетонной смеси, перевозимой машиной за один рейс. Принимается она по полезному объему барабана или цистерна автомашины, которые указываются в технических характеристиках машин для перевозки тестообразных грузов. Вторым действием рассчитывается продолжительность цикла автомашины. Как уже говорилось, продолжительность цикла складывается из времени простоя машины при погрузо-разгрузочных операциях, времени маневрирования машины при ее установке под погрузку и разгрузку, и времени движения машины с завода на стройплощадку и обратно. Время на погрузку и разгрузку одного метра кубического смеси будем определять в зависимости от объема барабана и подвижности смеси по таблице. Например, при подвижности смеси 7-8 см для автобетоносмесителя АБС-2 темп загрузки одного метра кубического 1 минута и выгрузки 2 минуты. Третьим действием определяется количество рейсов, которые может сделать автомашина в сутки. Для этого продолжительность одной смены, которая принимается равной 7 часам, умножаем на коэффициент сменности работы транспортного средства 1 или 2, умножаем на 60 для перевода в минуты и делим на полученное во втором действии время цикла автомашины. Результат округляем до целого числа по правилам округления. Четвертым действием определяем производительность автомашины за один день. То есть то количество груза, которое может перевести машина за сутки. Для этого полезную вместимость барабана умножаем на количество рейсов, которые мы получили в предыдущем действии. Пятым действием определяем количество автомашин, необходимое для обеспечения суточной потребности в тестообразных грузах. Количество автомашин округляется до целого числа. Далее рассмотрим пример расчета. Необходимо определить количество автомобилей для доставки на стройплощадку раствора для кирпичной кладки объемом 378 метров кубических. Продолжительность кирпичной кладки 24 дня. Дальность перевозки 14 километров. Транспорт работает в одну смену. Условия перевозки в черте города. Рассмотрим решение. Общая потребность в растворе для кирпичной кладки по условию задачи 378 метров кубических. Определим суточную потребность, то есть то количество раствора, которое нужно перевести за единицу времени. Продолжительность кирпичной кладки 24 дня. Разделив общую потребность растворе на 24 дня, получаем суточную потребность. Выберем транспортное средство. Рассмотрим автобетоносмесители. Поскольку суточная потребность 15,75 метров кубе, чтобы обеспечить наибольшую загрузку барабана, можно выбрать полезную вместимость 2, 4 или 8 метров кубе. Примем автобетоносмеситель АБС-4 на базе КАМАЗ-43253. После выбора автотранспортного средства рассчитаем необходимое количество этих средств. В первом действии необходимо узнать полезный объем перевозимого груза, и он будет равен вместимости барабана автобетоносмесителя, то есть 4 метрам в кубе. Вторым действием определим продолжительность цикла автомобиля, для чего необходимо сначала узнать время на погрузку и разгрузку 1 метра кубического смеси. Поскольку мы приняли автобетоносмеситель АБС-4, возьмем время на погрузку 1 минуту и разгрузку 2 минуты. Определим среднюю скорость автомобиля. По условию задачи перевозка осуществляется в черте города. Грузоподъемность автомобиля не дана в характеристиках, поэтому определим ее следующим образом. Полезный объем смеси умножим на плотность тяжелого раствора 2,2 тонны на метр в кубе и получим массу 8,8 тонн. То есть грузоподъемность машины более 7 тонн и следовательно скорость 19 км в час. Подставляем формулу. Время погрузки и разгрузки умноженное на полезный объем груза. Время маневрирования машины при погрузо-разгрузочных операциях 10 минут. Дальность перевозки по условию задачи 14 км и определенная нами средняя скорость 19 км в час. Получаем таким образом продолжительность цикла автомашины. Определим количество рейсов автомашины за один день. Продолжительность одной смены равна 7 часам. По условию задачи транспорт работает в одну смену, поэтому коэффициент сменности единица. Примем 4 рейса. Четвертым действием определим производительность автомашины в день. Полезный объем равен 4 метра в кубе. И количество рейсов из предыдущего действия тоже равно 4. Вычисляем необходимое количество автомашин в день. Суточную потребность в материале делим на производительность автомашины в день. И получаем одну машину. Рассмотрим еще раз последовательность введения расчета потребности в автотранспортных средствах. На первом этапе мы определили общую потребность в растворе для кирпичной кладки. Обычно она принимается на основании сводной ведомости материальных ресурсов. На втором этапе определили суточную потребность. Для этого общую потребность разделили на продолжительность расчетного периода потребления раствора, то есть на продолжительность кирпичной кладки, которая принимается на основании календарного графика. Третьим действием выбрали автотранспортное средство, определив сначала, что это будет автобетонный смеситель, а не самосвал или бортовой автомобиль, а затем выбрали наиболее рациональный вариант загрузки смесительного барабана, исходя из суточной потребности. На следующем этапе начали рассчитывать необходимое количество транспортных средств. Сначала определили полезный объем груза, то есть объем растворной смеси, перевозимой машиной за один рейс. Мы приняли его по полезному объему барабана автомашины. Затем рассчитали продолжительность цикла автомашины, определив по соответствующим таблицам продолжительность погруза разгрузочных операций и среднюю скорость движения. Определили количество рейсов автомашины за один день, производительность в сутки и количество автомашин. Итак, мы рассмотрели последовательность определения потребностей в транспортных средствах. Разобрали наиболее типичные примеры расчетов, которые могут вам встретиться при выполнении курсового или дипломного проектов. При самостоятельном введении расчетов вам могут понадобиться дополнительные сведения. Поэтому рекомендую воспользоваться в качестве справочных материалов, перечисленные ниже литературой и сайтами интернет. Кроме того, все необходимые справочные таблицы, алгоритмы, а также примеры расчетов, даны в учебно-методическом пособии расчета автотранспорта. Его можно взять в библиотеке нашего колледжа. С вами была Тихонова Виктория Анатольевна. Желаю вам успехов!